всем привет youtube привет продолжение предыдущего мое видео я так периодически к открытым темам возвращаюсь это как бы послесловие к предыдущему видео ссылочка там будет под видео закреплена для того чтобы начинающим было удобнее тренироваться есть определенные условия которые лучше соблюдать почему потому что когда человек начинает много чем мешает много чего отвлекает и дабы более комфортными были тренировки и занятия я и решил снять вот такое небольшое видео надеюсь кому-то оно будет полезно ну а теперь смотрим поехали это видео для тех кто хочет попробовать для начинающих ребят едем на ближайшие ста набираем деталюшек и начинаем готовить тому чтобы тренироваться вот он капота на мы уже сразу видим что здесь вот у нас шовная мастика здесь вот окошки здесь у нас вот судя по заклепка капотный замок и что берем ее готовим для тренировок в открытом доступе чем меньше всяких этих будет железок тем лучше берем вот такую отвертку в виде болгарки убираем все лишнее отрезал болгарочкой чем больше будет свободная зона тем будет удобнее потому что вам ничего не будет мешать момент 2 когда вы будете здесь что-то делать не стесняйтесь есть вот такие вот сверлышки сверлите отверстие я начинаю обычно так беру шуруповерт тоненьким сверлом здесь два и три по моему но это не столь важно намечаю через какие-то вот такие промежутки для начала важно удобство в работе то есть чтобы вы понимали что вы делаете и вам ничего не постороннее не мешало с тем справились потом усложняете работу залазите туда куда не видите ну и так далее пока вопрос не об этом готовим капот вот отрезана но приклеенная на шовную масти все это тоже плавно убираем работать желательно в перчатках забы вот этими островками себя не травмировать они очень такие ранки делают неприятные заживают они долго поэтому делаем все осторожно аккуратно не даем себя травмировать далее сняли мы усилитель здесь называемая шума и мастика ее можно и руками тут частично отковырять в моем случае она не сильно жестко берем вот такой скребочек вот он у нас специально обученный фен включаем без фанатизма разогреваем и все это удаляем в итоге у нас получается вот такая вот не маленькая площадь для ремонта здесь мы наделаем отверстие дальше это уже является одновременно и упором еще можно будет в нужных вам местах наделать же технологических отверстий для удобства работы так выглядит наш капот где-то тут еще осталось мастика но в данном случае это пока не важно вот эти кромки теперь берем и изолируем чтобы не дай бог не травмироваться для этого я использую обычно там пару слоев беру наношу скотча и потом сверху обязательно бронелентой ну и потом прохожу руками аккуратно прощупываю чтобы нигде никаких заусенцев не было нанес слои скотча теперь берем бронелинточку капота клеим бронелентой можно сразу насверлить отверстие здесь берем шуруповерт и вперед отверстие вот мы насверлили следующий вариант берем дрельку серого конусного делаем вот такие отверстия в данном случае аккуратность нам ни к чему нам сначала надо научить а потом уже все остальное здесь максимальный диаметр этого конусного сверла 12 миллиметров и вот такие вот заходы у нас собственно как и на капуте вот получается просто их стало намного больше и у нас есть возможность работать через вот эти отверстия инструментом изначально мы будем пробовать делать вмятины вот в открытом доступе здесь нам не усилитель не мешает если сюда там подлезем здесь вот через отверстие можно поработать еще один важный момент когда вы выставляете жесткости капотные должны стоять на усилителях они на свободной зоне вот примерно таким образом раскрепляем капот и немножко его надо полирнуть мы как слышим он машина уличного хранения была тем более на мусорках детали валяются как бы не первая свежесть и она раскрепляемся и чистимся вот как то так раскрепили на уже вся эта конструкция более-менее устойчива теперь замываем и слегка полируем слабо абразивной пастой капот выставлен чуть слегка отполировал он уже не шуршит ставим свет включаем все в принципе ровно чисто можно начинать тренироваться вот у нас есть места для захода инструмента с этого и надо начинать мелочи есть стульчик он вверху не спрыгает когда вам надо там ниже выше свободное помещение тепло светло и мухи не кусают теперь уже можно начинать приступать потому чтобы делать начинать созов с маленьких вмятин и пытаться их делать это не наше отверстие можно либо вот такой подвесик ставить на него опираться нашим крючочком все прекрасно видно удобно открытый доступ ничего вам не мешает либо сделать или купить вот такой подвесик одна насадочка тупая другая острая подвес спокойно им работать другой момент то же самое самодельный крючочек подмоточка технологическое отверстие является опорой для крючка и тут можно опять же заниматься ремонтом удобство в работе когда у вас огромная площадь в открытом доступе вам ничего не мешает закрепляются основные понятия основные навыки а потом уже вы будете работать на усложнение на ускорение на улучшение качества и всего остального тела со временем придет самое главное тренировки тренировки и тренировки для начала никогда не надо хватать звезд с неба создайте себе комфортные условия чтобы вам ничего не мешало мастерство приходит не сразу она приходит постепенно для того чтобы эффективно тренироваться и сосредоточиться на том что важно отработать навыки надо создавать себе максимально комфортные условия постепенно постепенно не торопясь наращивать сложность работы вот только таким образом можно добиться определенных успехов постоянными тренировками и работая над своими ошибками всем успехом удачных хороших работ